Заработка с феррики. А вы кто? Кто департамент аналитики не расслышал? Кто из департамента аналитики? Ну а вы кто? Я младший специалист. Какой специалист? Дмитрий Дубков, младший. Младший? Да. Не, неинтересно. Давайте среднего или старшего специалистов. А вы разбираетесь, да, в данной сфере? Я разбираюсь в том, что есть старший, средний и младший. Младший это какие-то чмошники. Давайте старшего. С чмошником общаться желания нет. А вы, как вы, как вы, с родителями работаете, чтобы старший нас время уделял? Ну с чмошником я точно общаться не буду. Нафиг мне чмошник. Завали ебало, она бы долбает. Обломись. Блядь. Младший специалист департамента инвестиций «Газпрома». Блин. Какие тут они клоуны. Ну невозможно просто. Здравствуйте, Дэл. А? Здравствуйте. Как вам обращаться, подскажите? Ну как вы обратились? Дэл? Да. Позвольте, представится, я Андрей Прокопьев, менеджер компании «Газпрома». Ага. С какой стороны именем произносит? Может я даже под таким именем куда-то регистрировался? Ну скажите, был ли у вас... Вот, звоню вам, чтобы помочь во всем разобраться. Подскажите, у вас был опыт на финансовых рынках? Откуда звоните? Я же говорю, представитель компании «Газпром». Звоню вам из колл-центра. А где вы находитесь? Ну смотрите, конкретно наш офис находится в башне федерации, 14 этажа. Это Пресненская набережная. Это какой офис? Находится наш офис в башне федерации. Номер офиса какой? Ну у нас нет номера офиса. На четвертом этаже находится наш колл-центр. Колл-центр в башне федерации. На 14 этаже. Ну да. Ну как-то это удивительно. С чем же? Ну что-то я не представляю, что в башне федерации в Москве может быть вообще какой-то завоз свиней. Так это не завод линий. Блядь, он глухой еще. Завоз свиней. Ладно, давайте я узнаю. Нет, давайте я узнаю, как на 14 этаж вообще грузовым лифтом вас там поднимали. И как там вообще организовали вот этот комбикорм, навоз этот после вас убирают. Это как все происходит там? Ну у нас просто на лифтах поднимаемся. Смотрите, скажите, в каких сферах у вас был вообще опыт? Ну в этих сферах опыта у меня не было, я не убирал за свинями. Хорошо. А где сейчас работаете вообще? Чем занимаетесь? Ну, сейчас я сижу на своих дивидендах. У меня три квартиры в Москве сдаю. Вполне себе в центре, хорошо себя чувствую. Ух ты, отлично вам. Ну, если вы интересовали, значит, ищете для себя какой-то дополнительный большой заработок? А да, я, ну на чем, вот как я на вас на свиньях могу зарабатывать? Да еще и на 14 этаж, и мне нужно спускать вас как-то, комбикормы вам подвозить. Это что нужно делать? Нет, вам туда забираться не надо, вы можете делать это прямо из дома, все по интернету, смотрите. А вас часто там кормят-то, комбикорм меняют вам часто, нет? Не знаю, я со своей едой хожу. Смотрите, зарабатываете вы на разной цене, то есть покупаете дешевле, а продаете дороже. И зарабатываете. А навоз у вас как там, вычищают это вовремя после вас там? Вообще, вы там хрюкаете, вы там хрюкаете, не мешаете? На нашем рынке нет возможности торговли навозом, вы можете зарабатывать драгоценными металлами, валютами, криптовалютами. А вы соседям не мешаете, хрюкая там днем и ночью на 14 этаже башни федерации? Там же люди живут и другие офисы, а вы там засрали все, поди, своими жирными, своими тушками-то, как это так, навозом своим. Вот, зарабатывать также вы можете на нефти, на газу. Ну, это, конечно, деревянные персонажи. Что из этого вас больше интересует? Что интересует? А кто мне будет это предлагать? А можно на вас там, на свинине как-то зарабатывать? Да, я же говорил, вы можете зарабатывать на Газпроме. А можно старшую свинку пригласить? Хрюшку, хряк у вас там есть? Боров, главный. Так вот, я же представитель, менеджер компании, я уже с вами общаюсь. Не, вы поросенок, а главный Боров есть? Сейчас, минутку. Здравствуйте, я поздравил. Что? Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, что вас интересует? А ты кто? Я главный менеджер. Да ты тот же голос, что ты, блядь, клоун включаешь так, хрюкаешь там и хрюкай дальше. Придурок. А посрался уже, так обосрался, иди убирай после себя. Хотя вряд ли у тебя ума хватит. Придурок. Давай, пошел нахуй. Крым, чей, придурок? Отвечай. Крым, чей? Мы не торгуем Крымом. Я же вам сказал, на чем вы можете заработать. Давай, хрюкни. Чей Крым? Хрюкни. Российский. Правильно хрюкни. Так. Молодец. Так я из России. В чем проблема? Чего ты, блядь, пиздишь, придурок? У тебя что, совсем хуево в Украине с работой? На Украине. В Украине. Ну, а вот как вы определяете, что я живу в Украине? Еблан ты тупорылый. Я именно поэтому определяю. Ты тупорылый еблан, значит, ты звонишь и представляешься Газпромом, потому что нормальные люди не представляются Газпромом и не обзванивают людей. Ёбаная ты дура. Ёбаная ты дура. А, ты сходник? Ты сходник? Как ты с этим живешь? Как ты с этим живешь, будучи дурой? А? Отвечай. Еблан. Ты сходник? Что, вытащи из арта микрофон и говори так, чтобы слюней не было? Ты сходник? Говори внятно, придурок. Дура. Говори внятно. Какой хутник? Какой путник? Че ты несешь? Ёблан. Ты можешь внятно говорить? По-русски. Хорошо, пожалуйста, выдохни, не напрягайся. Смотри, я же предлагаю тебе вариант заработать. Боже мой, да у тебя, оказывается, мозгов еще меньше, чем я предполагал. То есть ты не в нуле находишь вся масса твоего мозга. Еще меньше мозгов, чем у тебя? Она у тебя в минусе. Понимаешь, у тебя... Такого она меньше не может быть, просто невозможно. Култышка на плечах, это черная дыра. Вот бездна. Вот пустота, абсолютная пустота. Ты баран. Понимаешь, я тебя уже нахуй послал, я тебя уже зачморил, а ты продолжаешь... Ты в рабах-то, наверное, да? Я вашего сына разрежу по частям, разбросаю по городу. Выкупаю звуки, закопаю обратно. Ну, сегодня тебя очень жестоко хозяин накажет. Будете ездить по городу и собирать вашего сына обратно. Хрюкай, хрюкай дальше. А потом еще платить деньги, чтобы сшить его. Хрюкай дальше, придурок. Эй, еблан. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»